В Коми горит нефтеперерабатывающий завод. В Белгороде не могут найти ни одного укрытия и стоят прямо на пляже, учитывая, что скоро прилетит и западное оружие и уже прилетало, как говорят осинт-исследователи. Между тем, Китай делает все, чтобы сорвать саммит мира в Швейцарии и уже показывает всему миру, что он играет не за мир, а за Путина. Обо всем этом и не только будем говорить прямо сейчас. Меня зовут Ирина Узлова и со мной на связи еженедельно, традиционно, Ольга Курносова, российская оппозиционерка, а также политический аналитик. Ольга, здравствуйте, спасибо, что вы с нами, рада видеть. Здравствуйте. В республике Коми горит нефтеперерабатывающий завод. В городе Ухта такая ухтышка. Вспыхнул один из резервуаров на заводе Лукойл Ухта нефтепереработка. До пожара слышали взрыв. В результате Бавовны очередной на нефтеперерабатывающем предприятии в Коми сообщают в соцсети российские паблики есть погибшие и пострадавшие. Их количество уточняется. Это 1800 километров от госграницы с Украиной. Но понятно, что это расстояние нам не пределно. Никаких официальных сообщений от наших спецслужб на данный момент нет. Тем не менее, даже если это подрывается изнутри, подрывается уже далеко не первое важное логистическое из разных сфер для экономической России предприятий. Видим, что остановить это никто не может из кремлевской власти. От слова совсем. Вот что мы должны вообще понимать об этом Лукойл Ухта нефтепереработка. Насколько это действительно и далеко, и важно для Путина. И вот этот рейд уже не только по нефтеперерабатывающим предприятиям, а и по важным РЛС, и по другим логистическим цепочкам. Он никак не наталкивает кремль на мысли о том, что не по плану уже вообще? Ну, может быть, Путин не в курсе. А местный губернатор говорит, ой-ой-ой, ну нет, ну что вы, что вы, это никак ни разу не беспилотник, нет-нет-нет. Это нарушили правила техники безопасности. Но помните, в самом начале, когда все это только начиналось, была такая хохма, не там попурили. И вот сейчас она снова возвращается. Опять это что-то не то, это технику безопасности нарушили. Но действительно, правда, почему-то до полномасштабного вторжения никто технику безопасности не нарушал, ничего не взрывалось, нефть перерабатывали, и как-то все было тихо, мирно и спокойно. А теперь вдруг внезапно, причем именно на нефтеперерабатывающих предприятиях одного за одним, все время что-то происходит, что-то взрывается. Но это, конечно же, беспилотники тут ни при чем. Понятное дело, почему это говорит губернатор, чтобы местные жители не напугались. Ну, а вот уж доложили про это Путину, я думаю, что нет. Ну, потому что, собственно, кому хочется, чтобы вот этого докладчика, который придет об этих неприятностях, докладывать, чтобы его куда-нибудь отправили в ссылку в то же самое коме. Совсем не хочется. Это губернатор уже привык, а другим-то в коме не хочется. А почему не докладывают? Вот на этой неделе мы лицезрели Белоусова, он вышел и доложил, за май уничтожили все, а все назвал неправильными словами. Оказывается, по данным нашего агентштаба, как раз Россия стала рекордсменом потерь за май месяц, и как в личном составе 38 тысяч плюс, так и артиллерийских, одних лишь только установок, более 1160 уничтожили. Может, и Белоусову уже не докладывают? У них там вообще, видно, нарушено? Коношенкова куда-то убрали, совсем врать некому? Некому врать. И главное, самое смешное, что все время уничтожают все одни и те же установки, которые есть у Украины. Их уже, мне кажется, раз в 10 уничтожили всех с лихвой. И снова уничтожают. Ну, то есть, даже вот, не знаю, даже, мне кажется, любой юморист просто позавидовал бы вот этого удали молодецкой Министерства обороны, с которой они врут. Да, ни одному юмористу не придет в голову так ни прикрыто, ни краснея врать в лицо, собственно, тому человеку, который называет себя избранным президентом. Да, и ничего, и врут, и никто даже не умеет посчитать. Ну, как же, уже все уничтожили много раз и опять уничтожили. Откуда же они берутся-то все? Их вроде как и не было уже, а они снова здесь. Но это совершенно не смущает Белоусов. Белоусов можно. Он же только что назначен на Новенького, поэтому он еще не докладывал, поэтому можно все по новой. А Коношенко все уничтожил, его уволили. А Шойгу все уничтожил несколько раз, его уволили. Там Шойгу что-то, Ригожий что-то там говорил, его вообще взорвали, чтобы он ни то не говорил. Поэтому Белоусов на Новенького он может начинать врать сначала. Начиная с начала, то уже начало. Да, это лучше не скажешь. У нас вообще столько установок Патриот не было отродясь, и мы по всему миру просим, чтобы прикрыть как раз от вражеских путинских обстрелов мирные города. Но вы правы, да, они уничтожили в тысячу раз больше, чем вообще есть по всему миру в целом. Не только у нас, Ольга, потому что там такие подсчеты, что и не снилось. Но, тем не менее, почему же, уже учитывая, что явно не 14, а больше процентов неперерабатывающего потенциала Путина останавливается, они это не прикрывают. Да и Воронеж-М, Воронеж-Дем, это все тоже не прикрыто. Но неужто над бункером должно стоять все, неужто этого не жаль? Или думают, что еще с достатком всего? Ну, на самом деле, единственное, кого они боятся, это, собственно, что прилетит по Путину. Все остальное совершенно не важно, поэтому прикрывают, условно говоря, Нового Огарева, прикрывают Кремль. Но обратим внимание, что ведь на этой же неделе была еще одна такая, ну, на мой взгляд, очень приятная неприятность. В Алтае, на Алтае горела так называемая дача Путина. Ведь Алтае, вы знаете, там такое совершенно удивительное место, там много оленей, там, соответственно, вот эти чудо-действенные препараты, которые делают из той крови, которая у оленей течет, когда они меняют рога, да, и, собственно, она имеет очень большую медицинскую ценность. И поэтому все кремлевские обитатели, которые далеко не молоды, тянутся на Алтае для того, чтобы вот эту кровь, оленю-то, попить. И, соответственно, там есть и так называемая дача Путина. Так вот, ее подожгли. Видимо, местные энтузиасты решили, что и хватит тут шляться вот этим. И, собственно, подожгли. Поэтому, конечно, можно защищать резиденции Путина, но никто не знает, собственно, откуда по Путину прилетит. Потому что все-таки и тех россиян, которые утомились от его правления, их тоже немало. Так что одними панцирями тут можно и спастись. Ну да, может, табакерку кто достанет, чего уж там, потому что черный лебедь, так сказать, неизвестно, откуда прилетит. Со стороны зэков или со стороны своих же. Может, поэтому Путин продолжает всех своих охранников переназначать бывших и будущих на такие правящие должности. Или, как говорит в моем эфире Игорь Эйдман, социолог и политолог, он просто боится кого-то неизвестного и поэтому тех, кого знает, назначает. Что вы видите в том, что кадровые перестановки все-таки продолжаются. И Дюмин, он получил должность в госсовете. Ну, конечно, свои охранники-то, они же люди проверенные. А вот этих, вроде как, он непосредственно охранников все время меняет, ну, чтобы их никто не успел подкупить-то. Но ведь никогда неизвестно, а вдруг придет уже заранее подкупленный. Это дело такое. Поэтому, так сказать, кто, когда табакеркой-то тюкнет, не рассчитаешь. А так как охраны много, соответственно, тех людей, которые к нему могут подойти и тюкнуть, тоже немало. Так что, что называется, чем дальше влез, тем толще партизаны. Чем дольше сидит Путин у власти, тем больше желающих, собственно, эту табуреточку, этот трон из-под него выбить. Так что он бы уже давно, ему стоило опасаться, он опасается. Поэтому, конечно, таких людей, как Дюмин, как ему кажется, они весьма проверенные, он повышает. И вот даже на госсовет поставил, что он за губернаторами следил, а бы чего не вышло. После работы ПВО на территории пляжа в Белгороде, берега, вышло все из берегов, там упали осколки, отдыхавшим на пляже жителям не хватило места в укрытиях. Вот так, или отдыхайте, или воюйте, да, что же мы можем сказать жителям Белгорода. Мы на пляжи не ходим, у нас они заминированы и обстреливаются Российской Федерацией, значит, властью вот этой, и Гладков, там причастен, конечно же, и все. Осколки упали на территорию пляжа и не могли попасть в укрытие, то закрыто было, то потом все не влезли. Жалуются жители Белгорода, говорят, все побежали в одно укрытие, люди с пляжа, дети со скейт-площадки, места не хватило, дети стояли около, а это еще не сезон. И хотела она сказать, что это еще не сезон того, как западное оружие после разрешения снятия блокировки со стороны наших западных партнеров тоже полетит по Белгороду. Конечно, должны радоваться жители Белгорода, что оно высокоточное, не такое, как у российских террористов, когда они специально, в принципе, они специально это и делают, целят наши детские площадки. Мы, конечно, не будем, мы военные объекты и тех солдат российских оккупантов, которые Путин на территории Белгородской области собирает, откуда Путин обстреливает Харьковщину и Сумщину, поэтому всему прилетит. Что же будут делать жители Белгорода и можем ли мы говорить о том, что спокойные дни закончились не только для этой области, может им пора было бы подумать, что их режим кровавый? Ну, знаете, на пляже, наверное, как-то надо уже завязывать ходить, а если сходить, я могу посоветовать ходить на пляже в поселке Тереберка в Мурманской области. Вот там буквально сегодня проводили арктический субботник и даже на три часа сделали бесплатное посещение туалетов, правда, только на три часа. Вот, собственно, там все хорошо, холодно, снег идет, зато можно увидеть северное сияние. Поэтому, собственно, думать о том, что где-то в Белгородской области можно совершенно спокойно жить, не думая о том, что война в двух шагах от тебя, что из твоей области запускаются снаряды и ракеты по Харькову, просто сравнивают Харьков с землей. И, собственно, надо просто про это все время помнить. И надо понимать, что, конечно, может и на пляж упасть не потому, что туда Украина стреляет, а потому что не местное ПВО как-то так переворока живомахнет и может упасть куда угодно. Но вопросы будут уже к местному ПВО. Да, это однозначно. Ну, вообще, туалеты с видом на северное сияние, это как-то зажирно, Ольга. Это такое, не должно быть с такой приятной картинкой и пляжи. Поэтому, но, тем не менее, мы видим, что после, и видится ли вам, что после того, как Запад снял ограничения на удары своим же оружием по военным объектам, пусть не глубоко, но все равно рядом с нашей границей, и мы можем говорить о том, что новая страница войны открывается прямо сейчас на наших глазах. Или это слишком пафосно? Ну, конечно, ситуация изменяется, она изменяется с каждым днем. Уже всем понятно, и западные эксперты это уже подтвердили, что так называемое наступление Бобинской армии на Харьковскую область провалилось, ничего у них из этого не вышло. И, по большому счету, единственное, что они получили в результате этого наступления, разрешение Запада бить по территории, по военным объектам на территории России. Вот это абсолютно точно результат наступления на Харьковскую область и вот этого безудержного уничтожения Харькова и других населенных пунктов рядом с ним. Вот то, что они получили. Другое дело, что вряд ли они на это рассчитывали. Но каждый раз, когда они что-то делают, все время хочется сказать «Майма тощу майма». Это вот, так сказать, путинская армия, путинские планы. Вот именно так они и реализуются. А вот что там у него в голове по этому поводу, это другой вопрос. Но, как вы правильно сказали, они пытаются сделать все, чтобы помешать саммиту в Швейцарии. Вот это единственное, что у них остается. Сейчас об этом поговорим. У них уже не остается ничего. Франция не ограничила дистанцию использования своего оружия. И Киев может бить французскими ракетами по Российской Федерации. Пишет на BBC об этом и сообщает, что Британия и Франция разрешают параллельно крылатыми ракетами «Шторм Шэдоу». Франция – это тот же самый аналог, просто скальпичи их называют. И не ограничивают их использование. Слово совсем. Радио действия этих ракет может достигать 250 км, я напомню. Это как раз вот те аэродромы, с которых слетает российская тактическая авиация. А с нее, соответственно, сбрасываются кабы на наши головы и летят ракеты. Ой-ой-ой, а Путин же на авиацию делал ставку. И тут проигрышная. И говорит ли нам это о том, что таки Макрон не просто на словах свои решения закрепляет? Ну, Макрон молодец. Макрон много что сказал и начинает делать. Но я бы обратила внимание на решение Швеции о передаче очень важного самолета, практически летающего радара, который будет давать возможность Украине видеть все то, что происходит. Потому что, чтобы бить вот эти самые самолеты на аэродромах, нужно очень хорошо видеть, а что там происходит, кто куда полетел, кто откуда взлетел. И вот эта картинка будет результатом того, что Швеция передает вот этот практически летающий штаб, летающий радар Украине. Это очень важная история. Потому что, с одной стороны, мы видим действительно, что Украина попадает по радиолокационным станциям, в первую очередь, в Крыму. И таким образом лишает зрение российское ПО, а с другой стороны, получает свой орлийный взор в виде этого самолета. И это тоже резко повысит возможности. Так что, если говорить о новой странице, то, наверное, все это вместе и говорит об открытии новой страницы. А Россия при этом говорит, что НАТО войну просто прямую начало против них, что это новый уровень конфронтации. Мне кажется, что это мы уже раз 567 слышали. Абсолютно. Что значит новый уровень конфронтации? Новый уровень конфронтации, когда каждый день, поскольку по 20 часов слышит Харьков сиреной воздушной тревоги. Новый уровень конфронтации, это когда 90% мощностей, добывающих энергию, уничтожены. Разве это не новый уровень конфронтации? Только это Россия на этот новый уровень выходит, а Украина вынуждена давать какой-то ответ. А что делать? Потому что без электричества это тоже невозможно оставаться. Войска стран НАТО, которые и так, наемников, которых уничтожают тоже здесь годами, россияне, это следующий этап? Ну, все-таки пока скорее речь идет не о войсках, а все-таки об инструкторах. Но это уже такая важная история. А что касается добровольцев, ну, собственно, те страны, которые разрешают добровольцам приезжать, так они, собственно, когда захотели, тогда и приехали. Это личный выбор человека. И по большому счету в ситуации такой геноцидной человеконегонавистнической войны, которую ведет сегодняшняя Россия, но действительно есть люди, которые хотят помочь Украине защитить себя. И приезжают, и помогают, и волонтерят, и воюют на стороне Украины. Да, такие люди есть из разных, совершенно из разных стран. А Медведев достал ядерную и тактическую, и стратегическую боеголовку сразу вместе все. Говорит, буду бить и уничтожать. Ну да, знаете, как этот самый... В одной скипетр, в другой держава. В одной тактическая, в другой стратегическая. Надо ему, знаете, такие сделать надувные ракетки, чтобы он сидел на кресле перед видеокамерой, держал эти надувные ракетки в руках и записывал видосики для ТикТока и для Телеграма. Мне кажется, что это вполне будет соответствовать его образу. Ой, вы знаете, Ольга, я думаю, вообще, что он пишет. Потому что видосики, чтобы записывать, это же надо притямное лицо иметь, а не после выходных особенно. Боюсь, что оно и в кадр может не влезть. Может, поэтому выписывает. Ну, можно же подгримировать-то там, что называется, припудрят, то есть, какой-то тон нанесут. Ты глядишь, глазки, конечно, а в глазки можно ставить спички, чтобы они не закрывались. И тогда можно со спичками-то и записаться. Смотрите, и тут я подумала. Пусть Путину не докладывают о многом уничтоженном во временно оккупированном Крыму. Пусть ему не докладывают о пожаре Лукойла, нефтеперерабатывающего завода в Коме. Пусть ему не докладывают реальные цифры потерь, уничтоженной техники, даже наверняка провал. И то, что контрнаступление уже с нашей стороны пошло на Харьковщине, и в Овчанск практически полностью под нашим контролем. Бои уже опять на границах города, но уже мы оттесняем россиян, они идут. Вот так вот с 10 числа длилось их великое наступление, которое закончилось, как вы упомянули, правильно ничем. Но о том, что мир дает нам добро бить оружием по их территории, о том, что бить будут по их аэродромам, о том, что полетит это все, и не только и придут инструкторы. Ему же должны сообщить или тоже могут как-то скрывать. И что на это? Будет ли действительно какая-то реакция, помимо выпущенного Медведева из Сундучка? Я думаю, что на это должна быть одна реакция. Надо, чтобы три панциря стояло вокруг Нового Огарева, пять вокруг Кремля, и какой-то переездной панцирь ездил бы за тем, куда двигается Путин, чтобы все время его прикрывать. Он же приедет на Санкт-Петербургский экономический форум, а там в Петербурге только говорят, эту башню Газпрома прикрывают, а больше ничего не прикрывают. Вот я думаю, что сейчас уже туда едет какой-нибудь панцирь, чтобы установить. Связь-то будут глушить, как обычно, что они делают всегда из страха. Кстати, давно уже делали. Никакие дроны не летали. Просто когда они боялись демонстрации, они уже связь глушили. Поэтому связь-то они будут и сейчас глушить, но наверняка какие-то там будут выставлять дополнительные защиты, где там опять рядом с Константиновским дворцом или на Васильевском острове, где они там будут проходить, чтобы ни одна муха, а не то, чтобы птица не пролетела, и будут забивать мухи. Знаете, как в старом фильме, куда идет король, большой секрет. Вот примерно, как в этом мультфильме, не сейчас, если муха муху, оп, хватит ее на мушку. Вот примерно так они и будут, собственно, защищать своего мира. Мощнейшая реакция, испугались все, понятно. В принципе, другого ничего мы уже и не ожидаем. И эти красные линии превратились на красное посмешище. Для Кремля, как говорит военно-политический обозреватель группы информационного сопротивления Александр Коваленко. А вот что говорит президент Украины, Владимир Зеленский. Китай является инструментом в руках Путина. Китай работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на саммит мира. Можно не помогать Украине и цивилизованному миру окончить войну. Но мне кажется, срывать саммит мира, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали туда, это точно не приближает мир. Это не только поддержка России, это фактически поддержка войны. Действительно ли Китай вот на такое идет? Зачем ему это? Он стоял хотя бы как будто, как будто сохраняя нейтралитет. Но нет, мы понимаем, но не так явно и открыто. Почему Китай выходит практически на тропу войны бок о бок с Путиным? Ну, я думаю, что тут нужно покопаться в том, какие они пытаются сейчас преследовать интересы. Если мы увидим последние заявления по поводу Тайваня, то мне кажется, вот это идет все в неком таком ключе обострения отношений в первую очередь с Соединенными Штатами. То есть, что они будут всячески препятствовать независимости Тайваня, не давать ему развиваться. И вот все заявления китайской стороны, которые буквально сегодня с утра я прочитала, это все как раз такая конфронтация. Собственно, наверное, они хотят показать, что если вы хотите, чтобы мы встали на вашу сторону в этом конфликте, то давайте отдавайте нам Тайвань. Так что такие действительно, мне кажется, ситуация в этом смысле обостряется. Ну да, примечательно, что как раз то заявление, что Китай, по сути, силой разгромит независимость Тайваня, министр обороны Китая Дон Цзюнь сделал во время саммита. Диалог Шангрила, который происходит в Сингапуре, где есть и президент Украины Владимир Зеленский, где представлен министр обороны штата Влойд Осин, который разговаривал буквально давяще с министром обороны Китая Дон Цзюнем, и они согласились хотя бы говорить и продолжать диалог, который был приостановлен после поездки на НСП Лоси на Тайвань осенью в конце лета 2022 года. И после этого он выходит и говорит, что мы настроены пеки на мирное воссоединение, но силы независимости Тайваня препятствуют этому. Армия Китая будет действовать решительно, чтобы предотвратить независимость Тайваня. Это же тоже элемент шантажа, как вы упомянули торга. Еще и на Россию посмотрели, раз ее не останавливают прям так быстренько, а то они тоже собирают для себя этот опыт или как? Абсолютно верно. И уже на этой неделе они пытались там и маневрировать, так сказать, пересекать линии морской границы и так далее, и так далее. То есть они пытаются посмотреть, собственно, то, о чем мы с вами давно говорим. Что если не остановить Россию, если не показать всем диктатурам тот ответ, который будет дан на любую агрессию, то и другие будут смотреть так. А если Путину можно, почему нам нельзя? Именно поэтому разгром Путина – это задача не только и не столько Украины, это задача, собственно, всей цивилизованной части мира для того, чтобы никому никогда не приходило в голову менять границы вооруженным путем. И если это не будет сделано, то завтра Китай, послезавтра кто-то еще. Я уж не говорю про то, что у нас есть там Кусит и прочие, которые все время пытаются смотреть, насколько можно подвинуть эти красные линии в мире. Потому что те же самые нападения на суда в Персидском заливе очень сильные удары наносят на торговлю нефтью, например. И буквально вчера мы опять очередные слышали сообщения об этом. Поэтому тех желающих посмотреть, насколько устойчивы эти мировые правила, достаточно много. Ольга, ну мы понимаем прекрасно, что никто не отдаст Тайвань Китаю ровно же настолько, что никто не согласится на переделы Украины по корейскому сценарию или замораживание по линии фронта, как хочет тот же Китай, Бразилия, Путин. Потому что никто бы тогда не давал столько оружия и столько сейчас прорывных действий. И мы, в первую очередь, мы никогда на это не согласимся. Это уже факторы такие сопутствующие я озвучила. Тогда на что рассчитывает Китай, на что рассчитывает сейчас Путин, пытаясь вместе сорвать саммит в Швейцарии? Ну, смотрите, что касается корейского варианта, нам понимают, что, к сожалению, он всегда был, что называется, на доске. Любое дело, что те совершенно жесточайшие преступления, которые совершает Путин практически каждый день, собственно, этим он и смахивает с доски корейский вариант. Потому что когда весь мир знает... Вот буквально два дня назад состоялся очередной обмен. И весь мир увидел, в каком состоянии возвращаются в Украину украинские военно-пленные. И не только военно-пленные, и гражданские лица тоже, да? То есть это абсолютная картинка нацистских концлагерей. То есть абсолютно люди, которые потеряли по 30 килограмм веса. Ну, это практически обтянутые кожей скелеты. Это же страшно. И это все видят. Поэтому, если бы Путин соблюдал правила ведения войны, если бы он не совершал такое количество преступлений, конечно, корейский вариант был бы на доске. Но он сам все время делает все для того, чтобы этого варианта не существовало. И, собственно, каждое новое преступление подчеркивает, что любые территориальные уступки Путину означают, что так можно делать. Что людей можно убивать. Что можно нападать на независимую страну. Что можно убивать мирных граждан. Можно уничтожать инфраструктуру. Можно делать все то, что делает российская армия каждый день. Ну вот, собственно, на это должен быть ответ у мирового сообщества. Единственный невозможный ответ – это победа Украины. И другого возможного ответа просто не существует. Это однозначно, да. А почему же тогда вообще на что направлены их усилия на срыв? И зачем, если говорят, что, ну да, там нет же вопроса не будет подниматься в Швейцарии о выводе войск, о прекращении войны, а больше вопросы, ну, они очерчены, и всем понятны, продовольственная безопасность, ядерная безопасность, обмен пленными, вот как раз, и возвращение украденных Путиным украинских детей. Почему Путин так боится, испугался? Потому что уже 106 стран, больше половины стран мира согласны на украинскую формулу мира. И на фоне еще и разрешений и снятия блокировок со стороны Запада, своих же красных линий, он понимает, что это все складывается в один пазл, показывает, что никто ему победить здесь не даст? Или что еще так напугало? Ну, конечно, они не ожидали, что 106 стран согласятся. Действительно, это очень много. Украинскими дипломатами и лично президентом была проделана колоссальная работа по привлечению людей на саммит, на лидеров страны и вообще стран на саммит мира в Швейцарии. Никто не ожидал, что будет такое количество стран. А еще давайте добавим, что Индия очень много стала говорить о том, что Россия себя неправильно ведет. И в ситуации, когда Китай и нашим, и вашим, то Индию можно вполне себе будет сейчас гораздо плотнее вовлечь в лагерь нормальных. А, между прочим, Индия сейчас очень мощно развивается. По количеству населения в Индии уже больше миллиарда. И там очень быстро растет население. Скоро она может обогнать Китай. И экономический рост в Индии тоже достаточно высокий. Поэтому Индия может начать лидировать вот среди этих, так сказать, стран глобального юга. И в этом смысле очень важно сейчас, чтобы голос Индии был услышан. Так что есть чему бояться. И Путину, да, может быть, даже и председателю СИД. Но, тем не менее, Индия сейчас остается одним из самых крупных покупателей российской нефти. Что в таких случаях и на фоне таких ужасных зверств россиян против нас, и когда уже деньги перестанут перевешивать, деньги и выгода перестанут перевешивать понимание, кто жертва, кто агрессор, и уничтожение таких режимов? Ужас в том, что мы вообще даже толком не знаем, кто остается самым крупным покупателем российской нефти. Потому что то, что возится на, собственно, море, там вообще столько уже раз перепродается, там, что называется, нефть российская, а судно какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь Багамских островов, а хозяин где-нибудь живет на Кипре. И это считается уже не российская нефть. И на самом деле самое, что не на есть российская. Поэтому, но мы не должны к этому относиться. Это не самая большая проблема. Потому что то, что в России начали увеличивать налоги, это говорит о том, что с экономикой российской проблемы очень и очень большие. И разные экономисты говорят, что да, ну, мы долго ждали, когда случится коллапс, а у них все не случилось. Но сейчас ситуация резко начала ухудшаться. Увеличение налогов, попытка деприватизации всего и вся. Все это может привести к гораздо более быстрому краху экономики, чем это могло бы случиться, если бы так не действовало российское правительство. Так что посмотрим, что называется. Ну, если уж Индии так нужно, главное, чтобы они политически принимали правильные решения и говорили верные слова. Но, тем не менее, пока Индия, конечно, не будет представлена на уровне на рендер-моди, они пошут младших чиновников, Индия и Бразилия. Или просто еще не время и на следующие этапы надо работать над темой, чтобы переубеждать именно таких игроков. Я думаю, что, конечно, сразу на рендер-моди не приедет, но, тем не менее, если мы посмотрим, что он говорит, мы видим, что он двигается в сторону Украины достаточно быстрыми темпами. Так что, мне кажется, еще немного усилий украинской дипломатии, и все будет как надо. Ольга, а что же резко ухудшается, действительно, крах в экономике движется, а Набиулина уже спасти не может вместе с Мишустиным? Или что? Что у них там из рук выскальзывают и такие рычаги управления финансами? Набиулина резко увеличили охрану. Потому что, видимо, уже настолько рычаги приросли к рукам, что кто-то хочет руки вместе с рычагами обрубить. Поэтому Набиулина сейчас государственная охрана и ходит достаточно немаленько. Потому что, действительно, там и процентная ставка высока, и налоги поднимаются, и все на самом деле очень и очень плохо. А что он может сделать Набиулина с Мишустиным, когда начинают деприватизацию, и в центре всей экономики встают ВПК. Они же прекрасно понимают, что танки есть нельзя. Поэтому ситуация такая, что она не может в хорошем направлении развиваться, что бы там они ни делали. Да, и ракетой как-то слабенько закусишь. И даже теми, которые падают на территории самой Российской Федерации, ФАП тоже на десерт не подойдет. Но это к такому режиму и ведет. Путин в свою страну. Что ж, пусть тогда уж и разбираются. Ольга, спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо большое, что вы нашли время и в этот раз, и находите его всегда. И за вашу позицию, конечно же, в первую очередь. До новых встреч. Всего хорошего. Ольга Курносова, российская оппозиционерка, а также политический аналитик. Была с ней я, Ирина Узлова. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. Оставляйте свои комментарии касательно тех тем, которые мы обсудили. Их немало. Я уверена, что вам точно есть, что добавить и сделать правильные для себя выводы. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24-го. Это позволит нашему разговору продвигаться его просторами. Берегите себя. Верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим. Продолжение следует...